Всем привет, с вами Тому, и сегодня у нас будет пока что крайний ролик по серии Enchantimals. В первых двух выпусках мы посмотрели двух девочек, Бри и Сейдж. Ссылки будут в описании, если вы пропустили. А сегодня у нас такое уже фановое видео, где мы будем собирать аппликацию, опять-таки, с Бри. Да, наверное, если вы будете спрашивать меня про любимого персонажа, наверное, это Бри и есть внезапно. Это у нас от Origami. Они выпускали целую серию творческих наборов по Enchantimals. Там были и вот эти аппликации с пенками, и песок, картины из песка, и какие-то более крупные творческие наборы по типу «Сделай там свою шкатулку» и прочее-прочее. Я люблю аппликации с пенки, как вы могли заметить, и вообще все такое мягенькое и пушистенькое. И давайте попробуем ее собрать. Как нам гласит обложка в наборе, картинка 17х23 см и самоклеющиеся детали. Давайте, наверное, картинку я оставлю, буду сравнивать. Вот, и тут уже как бы это самая простая аппликация, то есть у нас уже есть основы, и нам надо только добавить различные на нее детали. То есть я собирала и более сложные поняшные аппликации. Это самая простенькая, с очаровательной Бри. И смотрите, какая она. И твист. Я соберу и повешу себе на стену. Вы не сомневайтесь, я реально после того, как соберу, повешу себе на стену тут над рабочим местом. Вот, и у нас идут листики с пенкой, как я ее называю. У нее есть умное название, но я его не выговариваю, поэтому предпочитаю называть пенку. Тем более, в оригинале оно так и переводится, там как-то фоам марин, что это там. Ну, от фоам пенка, поэтому все ок. В общем, у нас вот столько листиков, столько листиков со всякими деталиками. И давайте я сяду и буду их наклеивать, согласно картинке. Мне очень нравятся вот эти два листика. Они такие прям и манят своими блестками. Блестки, кстати, на руках, на удивление, кажется, не остаются. Кстати, на наждачку похоже, судя по звуку. Ну, короче, вроде как, не опасайтесь о том, что у вас все будет в этих блестках, потому что вот я провожу, провожу и все ок. И самое сложное во всем этом деле, это соблюсти порядок слоев, потому что, ох, это будет непросто. Надо будет почаще поглядывать к картинку. И если вы не видите, то вот на этих листиках достаточно плохо видно какие-то фигуры. Если на цветных вот таких обычных пенках все хорошо видно, то вот на этих листиках я чувствую себя слепым кротом, потому что я еле-еле вижу, что тут надо выламывать. Ну, точнее, вот с этой стороны все выклеивать. Ну, это, конечно, да. Ура! Первая деталь отклеилась. Это у нас большой хвост, который самый дальний локон. И неправда, сидя делать это неудобно. Я буду стоять, наклонившись над бедной бри и приклеивать, чтобы оно приклеилось хотя бы ровно. Я надеюсь, что оно будет совпадать с рисунком, иначе это будет не очень. Дальше у нас основная деталь челки тоже идет. Вот, самое ответственное, самое не накосячить хотя бы в основах. Ну, более-менее норм. И, кстати, смотрите, тут детальки даже, кстати, как вот подогнаны друг подружку более-менее. У меня почти получилось туда попасть. Но меня смущает рукав, потому что я уже вижу, что рукав розовый будет очень... А это откуда? Походите. Так, вот такая прядка, такая прядка. Что-то еще есть. А, это маленькие детальки пошли. Так, тогда это получается челка, наверное. А, Семен, Семенович! Это вот так. Детский, простой детский набор. А, это сверху уха надо клеить. Подождите. Так, тогда вот это. Короче, вот эти вот локоны в хвостике. Вот тут уже два слоя получаются в этом хвостике друг на друга. А рукав придется клеить еще сверху, как показано на картинке. Я боюсь, что он будет не очень ровно держаться. Мне кажется, он немножко куда-то слетит. Так, вот тут нам предлагают наклеить ухо. Причем сначала вот такое ухо, а потом другое ухо. У нас будут двушлойные уши. Чтобы они лучше слышали убри. Короче, вот мне интересно, насколько вот эти слои сейчас будут накладываться друг на друга. Насколько это будет все ок. Потому что, когда слои будут накапливаться, я просто знаю по технике аппликации, когда я вышиваю глаза в своих пони-шапках, я тоже пользуюсь техникой аппликации. Именно оттуда у меня, очевидно, это любовь. Вот, и я тоже вот, собственно, уши делаю, не уши, а глаза на своих шапках делаю примерно по такой же схеме. То есть я наклеиваю детали друг на дружку. И я переживаю, что я знаю просто по себе. Одно дело, когда ты что-то наклеиваешь сверху одного слоя, другое, когда сверху двух, и третье, когда сверху трех. Чем больше толщина слоев, тем хуже следующую деталь можно положить так, чтобы она не была, вот знаете, волной. Вот видите, у нас ухо получается волнообразное. Вот, и это у нас только один слой был. А тут у нас уже два порожка. Короче, если будет очень странно, это будет норм. Тут, кстати, показано, что должно закрывать начало уха. Ну, по-моему, оно тут сделано с расчетом, чтобы оно все-таки вот так было, судя по... Ну, короче, не закрывает все-таки, а под низ кладется. Или типа того. Нет, кстати, блески немножко все-таки стали оставаться. Вот когда я с ними начала работать, они немножко начали оставаться. Оставаться они начали. В принципе, пенка переклеивается без особых проблем, так что тут все ок. Вот, собственно, основной вопрос. Как наклеится вот этот рукав? Рукав. У меня вот это самая волнующая вещь, как оно наклеится. Потому что тут два слоя получается. Ну, конечно. Вот, видите, если посмотреть сбоку, то смотрится это достаточно странно, потому что он залазит аж на две штуки вверх. И это смотрится, честно говоря, ну такое. Хотя на рисунке нарисовано именно так. Вот, ну окей, ладно, оставим, оставим. Кто мы такие, чтобы сомневаться в работе дизайнерской команды. Дальше у нас... Ага, тут все одинаковые, наверное, кружочки. Целый нам кружочек нужен на хвостик? Или нам нужен более маленький? Не, наверное, тут нужен более маленький. Тут есть вот покрупнее, есть помельче. Мельче. Слишком много одинаковых розовых непонятных штук. Ага, подождите, тут тоже идет внахлёст. Походите. Надо вот с этого края начинать. То оно же идет внахлёст, там друг на друга, судя по картинке. А хвостик у нас вот маленький. Наверное. Ну, или мне кажется, что он меньше. Ну, где-то там такой пимпочка. Чисто визуально хвост этот, конечно, прилегает к талии, но держится он чисто на волосах. Такой, знаете... Ну, в общем, надо быть очень с хорошим фантазией перспектив. Что в этом понять? Ой. Дальше давайте сделаем чубчик нашему твисту. Нашей твист. Наверное, это таки девочка. Хотя я до сих пор не знаю. Девочка это или мальчик. И вот тут второй такой же маленький на чубчик. Ей. Ми-ми-ми. Так, и дальше у нас платье идет, собственно, внахлёст. Такими вот всякими фигурами. Ну, вот по такому принципу, смотрите, он такой тэн-тэн-тэн-тэн, веночком идет. Вот. Это были самые крупные детали. И, знаете, у меня уже заболело спина стоять так. У нас, в общем, зелененькие остаются листики с желтыми цветочками и оранжевые тут бабочки. Всякие разные. Давайте я, наверное, сейчас все-таки сяду, спокойно все это наклею друг на дружку, и потом вам покажу уже готовый результат. Потому что, в общем, в принципе, вы вроде поняли. Наша аппликация готова. Вам могло показаться, что я опустила всю интересную часть, потому что мне лень вам показывать. Но, нет, на самом деле, просто здесь действительно очень такая скрупулезная, тонкая работа. И с больной спиной и садящимся аккумулятором это было бы снять достаточно сложно. В общем, деталей хватило на все. Вот. В общем, все как в аптеке, ничего не осталось, все нашлось. Вот. И, конечно, минут, наверное, 20 я сейчас тут сидела, спокойно все это клеила, сверяясь с рисунком. Вот. Очень много... Вот, во-первых, знаете, такое реально сразу весеннее какое-то настроение. Всякие цветочки, травка, бабочки, все это такое мини-мини. Вот. Здесь многое в 3-4 слоя получается. Все достаточно, в принципе, подходит и клеится с интересом. Единственное, накосячила я... Вот этот розовый должен быть на месте этого розового, все остальное хорошо. Вот. Но я думаю, это особо значение не имеет, потому что, в принципе, все остальное ок, и все равно контраст остался. Вот. Бабочки тоже тут 2-3 слоя. Вот. С маленькими такими тоже детальками. Вот. Все тут такое очень... Тут бабочки, детальки. Цветочки-то. Цветочки на дереве и цветочки внизу на кустике. Вот. У Твиста тут еще ушки надо было ей сделать. Вот такая классная штука. Не, серьезно. Очень, знаете, такой умиротворяющий процесс. Вот эту траву приклеивать, потом сверху цветочки. Единственное, что если будет собирать самостоятельно сам ребенок, то все-таки рекомендую контролировать, чтобы правильно, в правильном порядке клеил. Тут вообще рекомендация. Что-то я по возрасту конкретно не вижу. Ну, понятное дело, от 3-х лет. Ну, в общем, я думаю, это под силу собрать даже самому 4-х летнему, даже уже ребенку. Но единственное, надо следить именно за порядком приклеивания. Потому что здесь вот всякие цветочки достаточно в определенном порядке клеятся. И чтобы получилось точно так же, как на картинке, надо все-таки за этим следить, что там сначала травку, потом цветочек. И все в таком духе. Вот. Ну, результат мне очень нравится. Если на полном серьезе, сейчас сниму обложку и повешу тут себя над рабочей зоной. Потому что, ну, серьезно, очень все мило, няшно. И вообще так по весеннему сразу поднимается настроение при одном взгляде на эту картинку. Брестки чуть-чуть все-таки сыпались. И вот местами на картинке они остались. Вон на мордашке, вот рядом с волосами немножко. Ну, я думаю, я сейчас пройдусь аккуратно тряпочкой. Вот. Для фотика. И, в общем, все будет ок. Ничего будет не видно. Вот. На этом мы будем заканчивать нашу мини-серию. Вот, девчонок, сейчас сюда еще разложу. Мини-серию нашу по Enchantimals. Я надеюсь, что я успею все смонтировать и опубликовать до 8 марта. Так что, вот, поздравляю вас с праздником весны. Международным женским днем. И все такое, все такое. Надеюсь, хотя бы немножко подняла вам настроение до уровня весеннего. С нетерпением ждем уже, чтобы все растаяло. Вышло солнышко, прорезалась травка, прилетели птички. Все в таком духе. Надеюсь, эти видео были вам интересны. До встречи в следующих. С вами была Тома. Пока!